Здравствуйте, меня зовут Кусина Васиаса Бергалиевна. Я являюсь старшим преподавателем кафедры физики Курганзинско-технического университета, кандидат химических наук. Вашему вниманию я представляю практическое занятие по теме квантовое природоизлучение. Целью занятия является ознакомление с основными законами квантовой природы излучения, применение основных уравнений законов квантовой теории излучения при решении задач. В начале занятия мы рассмотрим основные уравнения и формулы. Далее мы будем решать задачи на тепловое излучение, фотоэффект давления света и эффект Комптона. Рассмотрим основные уравнения, формулы и законы по данной теме. Для решения задач по теме теплового излучения мы будем пользоваться законами Стефана Больцмана, которые представлены на слайде. РЕ равно сигма Т в четвертой степени, где РЕ – это энергетическая светимость абсолютно черного тела, которая прямо пропорциональна абсолютной температуре в четвертой степени. Коэффициент пропорциональности сигма называется коэффициентом Стефана Больцмана. Закон смещения вина определяет длину волны, на которой приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости. И эта длина волны будет обратно пропорциональна температуре, где коэффициент пропорциональности называется коэффициентом смещения вина и равен 2,9 на 10 минус 30 степени метр делено метр умножить на кельвин. Для того, чтобы определить зависимость, максимальность спектральной плотности энергетической светимости от температуры, мы можем воспользоваться вторым законом вина, который представлен на рисунке. В данном случае эта зависимость представлена формулой, где С это коэффициент пропорциональности между максимальностью спектральной плотности энергетической светимости и температурой в пятой степени. При решении задач на фотоэффект мы должны будем пользоваться формулой Эйнштейна или уравнением Эйнштейна для фотоэффекта, которая представляет из себя Hν равно А плюс W кинетическое максимальное. В данном случае Hν это энергия фотона, которая также может определяться через длину волны Hc делена на λ, где H постоянная планка, ν это частота, а λ это длина волны падающего фотона. А это работа выхода электрона из металла, эта величина зависит от рода вещества и мы можем ее найти по таблицам. Wк максимальная это максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона. Масса и импульс фотона мы можем определить по формуле, которая представлена вот здесь внизу на слайде. Здесь тоже С, вот это скорость света вакууме. Для определения давления света при нормальном падении на поверхность мы пользуемся формулой то равно Е умножить в скобочках 1 плюс ρ и деленное на С. В данном случае ρ это коэффициент отражения, Е с индексом Е маленькая это энергетическая освещенность или облученность поверхности, которая в свою очередь определяется как энергия, которая падает в единицу времени на единицу площади поверхности. Ну и С это скорость света вакууме. Для определения, для решения задач на эффект Комптона мы будем пользоваться формулой Комптона, которая представлена на слайде, то есть δ λ равно λ' минус λ и это равно А делить на m0c в скобочках 1 минус косинус θ. В данном случае λ это длина волны фотона, встретившегося со свободным или слабо связанным электроном. λ это длина волны фотона рассеянного на угол θ после столкновения с электроном. m0 это масса покоящегося электрона. Ну и приступим к решению задачи. Значит, запишем условия первой задачи. Температура абсолютно черного тела изменилась при нагревании от 1000 до 3000 келью. Необходимо определить, во сколько раз при этом увеличилась его энергетическая светимость, насколько изменилась при этом длина волны, на которой приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости и во сколько раз увеличилась его максимальная спектральная плотность энергетической светимости. Но запишем кратко, что нам дано и что необходимо нам с вами определить. И приступим к решению. Для определения энергетической вследимости мы воспользуемся законом Стефана Больцмана. И запишем этот закон для двух температур Т1 и Т2. Значит, для того, чтобы найти во сколько раз изменилась эта величина, необходимо найти отношение R2 к R1. При этом у нас сокращается Сигма и Сигма. И остается выражение, что отношение энергетической светимости тела при двух температурах будет равно отношению Т2 к Т1 с четвертой степени. Подставляя численные значения, мы можем получить выражение равное 81. То есть энергетическая светимость при наливании тела на 2000 керен, то есть от 1000 до 3000 керен увеличивается в 81 раз. Теперь мы найдем изменение длины волны, на которое приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, то есть дельта лямбда. Значит, для этого мы записываем, согласно закону смещения Вина, значение для длины волны, на которой приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, для температуры Т1 и Т2. И просто найдем разность этих величин. В результате у нас получается формула, что дельта будет равно В, постоянная Вина, умножить на разность температуры и поделить на произведение этих температур. Тогда, подставляя численные значения, мы можем получить, что разность длины волны, при котором температура изменилась от 1000 до 3000 керен, будет составлять 1,93 на 10 минус 6 степени метра. Ну и последнее теперь определим, во сколько же раз увеличилась максимальная спектральная плотность энергетической светимости. Значит, запишем второй закон Вина, соответственно, для температуры Т1 и Т2, и найдем отношение. Значит, у нас получилось, что это отношение будет равно 243. То есть первую задачу мы с вами полностью решили. Теперь приступим к решению второй задачи. Значит, ознакомимся с условиями второй задачи. При увеличении термодинамической температуры Т черного тела в два раза длина волны, лямбда максимальная, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, уменьшилась на дельта лямбда равной 400 нанометров. Необходимо определить начальную и конечную температуру. Ну, давайте запишем, что же у нас дано и что нам надо с вами найти. То есть мы можем записать Т2 будет равно Т1, 2, 3, 1. Дельта лямбда равна 400 нанометров. Надо найти Т1, Т2. Мы переведем значение дельта лямбда в систему Си. Это будет 4 на 10 минус 7 степени метра. Ну и приступим к решению нашей задачи. Запишем выражение для закона смещения вина при температуре Т1. Лямбда максимальная на 1 будет равно В деленное на Т1. Аналогично запишем значение длины волны, на которое приходится максимум излучательной способности, для температуры Т2. И, учитывая, что Т2 равно удвоенному значению Т1, мы в итоге получаем форму В деленное на 2Т1. Теперь мы будем определять разность длин волны. Дельта лямбда у нас равно лямбда максимальная 1 минус лямбда максимальная 2. Почему? Так как у нас температура увеличилась в 2 раза, то длина волны у нас будет уменьшаться в 2 раза. Поэтому мы записываем его таким образом. Теперь подставляем вместо дельта значение В деленное на Т1 минус В деленное на 2Т1. Приводим к общему знаменателю и получается выражение, что разность этих длин волны будет определяться как В деленное на 2Т1. Так как дельта лямбда нам известна, из этой формулы мы находим значение начальной температуры абсолютно черного тела Т1. Т1 будет равно В делить на 2 и делить на дельта лямбда, а Т2 равно удвоенному значению Т1. Численное значение Т1 будет соответственно равно 3,3625 келью и температура второго тела будет 7250 келью. Значит задачу мы с вами решили. Давайте рассмотрим следующую задачу. Значит следующая задача это уже задача на фотоэффект. Условия задачи определить красную границу лямбда нулевого фотоэффекта для цезия, если при облучении его поверхности фиолетовым светом с длиной волны 400 нанометров максимальная скорость фотоэлектронов равна 0,65 мегаметр на секунду. Значит длина волны у нас в системе Си будет выражаться 400 на 10 мегаметр на 9 степени метра и максимальная скорость будет 0,65 на 10,6 степени метра в делом на секунду. Для решения задачи воспользуемся формулой Эйнштейна для фотоэффекта. Энергия фотона определяется как работа выхода плюс генетическая энергия, причем она максимальная. Для того чтобы определить красную границу фотоэффекта мы воспользуемся формулой, что работа выхода у нас будет равна hc деленная на лямбда нулевой. Где лямбда нулевой это искомая величина. Отсюда лямбда нулевой будет равно hc деленная на работу выхода. h еще раз это постоянная планка, c скорость это в вакууме, а это работа выхода. Тогда из уравнения Эйнштейна мы с вами выражаем величину работы выхода, которая будет определяться как энергия фотона падающего минус максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона. Значит энергия фотона у нас определяется hc деленная на лямбда минус mv максимальная в квадрате деленная на 2. Так, ну и подставляя вот это выражение в формулу для определения красной границы фотоэффекта у нас получается выражение, которое представлено на слайде. Значит теперь подставляя значение данные значения и постоянную планка мы можем определить численное значение нашей величины. Значит лямбда нулевой, красная граница фотоэффекта для цезия у нас получила 6,52 на 10 минус 7 степени метра. Ну и мы с вами должны проверить размерность нашего измерения. То есть так h у нас измеряется j умножить на секунду, скорость света метр деленная на секунду. Теперь вместо опять подставляем hc лямбда и mv квадрат пополам. Подставив соответствующее значение мы приходим к следующему выражению. Ну а первые числители секунда секунда сокращаются. Значит здесь у нас получается мы выражаем метр на секунду в квадрате у нас получается джоуль минус ньютон на метр и получается джоуль умножить на метр деленный на джоуль получается метр. То есть задачу мы решили с вами верно. Следующая задача условия задачи определить постоянную планку. Если известно что фотоэлектроны вырываемые с поверхности нефтового металла светом с частотой до 2,2 на 10 в 15 степени герц полностью задерживаются обратным потенциалом 6,6 вольт. А вырываемый светом с частотой 4,6 на 10 в 15 степени герц потенциалом 16,5 вольт. Значит давайте запишем кратко запись. Значит частота неу 1, разность потенциалов у 1, неу 2 это частота во втором случае и у 2 это задерживающая разность потенциалов для второго случая. Надо найти постоянную планку. Значит для того чтобы определить постоянную планку мы воспользуемся уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. H неу равно работа выхода плюс W кинетическое максимальное. Тогда мы знаем что кинетическая энергия максимальная фотоэлектронов связана с задерживающей разностью потенциалов выражением профессиональной формули 2. Теперь с учетом 2 перепишем первую формулу для частот неу 1 и неу 2. То есть получается H неу 1 будет равно работа выхода плюс Еу 1. H неу 2 равно работа выхода плюс Еу 2. Теперь из четвертого уравнения вычитаем третье и выносим за скобки постоянную планку и ее выражаем. У нас получается следующее выражение. Постоянная планка будет определяться по формуле Е, это заряд электрона, умножить на У2 минус У1 и деленное на неу 2 минус неу 1. Значит, подставляя значения численные, мы получаем следующее выражение, что H равно 6,6 на 10 минус 34 степени Джоуль умножить на секунду. Так, ну, значит, вот с этой задачей мы тоже с вами справились. Ну и проверка размерности. Так как заряд электрона измеряется в кулонах, разность потенциалов измеряется в вольтах, частота в герцах, то у нас получается выражение Джоуль умножить на секунду. Что соответствует табличному значению. Так, следующая задача на давление света. Свет длиной волны 600 нанометров нормально падает на зеркальную поверхность и производит на нее давление 4 микропаскаль. Необходимо определить число фотонов, падающих за время Т равной 10 секунд на площадь 1 мм квадратной этой поверхности. Значит, записываем кратко, записываем, что нам дано и что нам надо определить. Для решения задачи мы воспользуемся формулой, которая определяет давление света. Значит, мы уже говорили, значит, ρ – это коэффициент отражения. Величина Е определяется как энергия, которая падает в единицу времени на единицу площадь поверхности. Значит, с другой стороны, энергия будет определяться как энергия одного фотона умножить на число фотонов, падающих за время Т. Значит, с учетом формулы 2, с учетом формулы 3 мы можем записать следующее выражение. Значит, давление света у нас будет равно NH в скобочках 1 плюс ρ внизу Т, деленное на время, на площадь и на длину волны. И из формулы 6 мы с вами определяем число фотонов, которые падают за время 10 секунд на площадь 1 мм квадратной. Получается у нас следующее выражение. Подставляя численные значения, у нас получается количество фотонов будет равно 1,8 на 10 в 15 степени. Если произведем проверку размерности, в итоге у нас получается единица, что соответствует единице измерения просто числа, то есть не имеет какой-то размерности. Следующая задача на эффект Контона. Необходимо определить, какая доля энергии фотона приходится при эффекте Контона на электрон отдачи, если рассеяние фотона происходит на угол θ равный π пополам. Энергия фотона доросеяния равна 0,51 мегаэлектрон вольт. Значит, если мы обозначим генетическую энергию электрона через Т большое, энергии падающего фотона Е1, энергии рассеянного фотона Е2, тогда, согласно закону сохранения энергии, мы можем написать следующее выражение. Е1 плюс Е0 равно Е2 плюс Е0 плюс Т, где Е0 это энергия покоя электрона, а Е0 плюс Т это энергия электрона после рассеяния. Значит, из этой формы следует, что генетическая энергия будет равна разности энергии фотона падающего и энергии фотона рассеянного. Так, согласно тогда у нас выражение для Т деленное на Е0, вот это отношение, и как раз показ, какая доля энергии фотона при эффекте Контона приходится на электрон отдачи. Подставляя значение вместо Т, подставляя значение ε Е1 минус Е2, и у нас получается выражение λ2 минус λ1 делить на λ2. Значит, наша задача определить длину волны падающего и рассеянного фотона. Значит, длина волны падающего фотона и рассеянного фотона мы можем определить из формулы для энергии фотона, значит, которые описаны на формулами 2 и 3. Значит, здесь h это постоянная планка, c это скорость, это вакууми. Отсюда мы выражаем значение длины волны λ1. И для того, чтобы определить длину волны λ2, мы воспользуемся формулой Комптона, которая представлена на формуле номер 4. Значит, λ2 минус λ1 будет определяться как удвоенное произведение Комптоновской длинной волны на синус квадрат θ пополам. Так как у нас угол θ равен π пополам, θ пополам это будет π на 4, значение синуса π на 4 это корень из 2 деленное на 2 и возведем в квадрат, это будет 1 вторая. Вот подставляя значение у нас получается, что разность между λ2 и λ1 будет составлять 2,43 на 10 мин 12 степени метра. Ну и теперь нам надо определить значение λ2. Но для этого мы воспользуемся, вот наш из четвертой формулы мы выражаем λ2 и определяем значение длины волны падающего фотона из формулы 3. Подставив значения все, мы получим значение λ1, далее мы получаем значение λ2 и в итоге у нас получается, что отношение Т к ε1 будет составлять 0,5, то есть 50% от энергии падающего фотона приходится при эффекте Комптона на электрон отдачи. Ну и последняя задача, тоже задача на эффект Комптона, условия которой следующее. В результате эффекта Комптона фотон при соударении с электроном был рассеян на угол θ равный 90 градусов. Необходимо найти энергию падающего фотона, если энергия рассеянного фотона составляет 0,4 мегаэлектрон вольт. Значит запишем, что нам дано и приступаем к решению задачи. Опять воспользуемся формулой Комптона, которая представлена на слайде. Значит, Δλ – это разность длины волн фотона после рассеяния и фотона до рассеяния. Так, которая у нас связана с энергией, связанной с длиной волн и с следующим выражением. Энергия фотона равно hc деленное на λ. Тогда Δλ у нас будет равно hc делить на e2 минус hc деленное на e1. Значит, эту задачу мы будем решать не в системе С, а вне системной величины. И теперь давайте запишем следующее выражение, что разность длины волн у нас с другой стороны будет определяться вот следующим выражением. То есть, если мы это выражение умножим на С, значит, ну вот в правой части умножим числитель и знаменатель на С, то у нас получается следующее выражение, вот, где m0c квадрат – это величина, которая называется энергия покоя электрона, обозначается буквой e0. И тогда, значит, из вот этого соотношения, произведя преобразование, мы с вами находим значение энергии падающего фотона. Значит, теперь вместо m0c квадрата мы подставляем значение энергии покоя, которое для электрона – это есть табличное значение, и оно равно 0,51 мегаэлектрон вольт. И тогда, подставляя значение формулам, конечную формулу, у нас получается так, что энергия рассеянного, энергия падающего фотона будет равна 1,85 мегаэлектрон вольт. Если мы перейдем эту величину в систему С, то у нас получается 2,96 на 10 минус 13 степени Джоули. Так, ну вот, на этом наше занятие закончено. Спасибо за внимание. Значит, на слайде представлен список литературы, которые вы можете использовать для подготовки к практическому занятию.